Мы обязательно расчесываем волосы. Волосы мы расчесываем, ну естественно, после длинных волос, сначала мы расчесываем концы и плавно передвигаемся к корням. Расчесали. Для чего мы это делаем? Когда приходит к нам клиент, мало того, что волосы у нас запутанные, еще мы уже обычно его голову моем, да? И расческой мы счесываем остатки стайлинга, например, самым пользуются. Или, например, какие-то частички пыли или еще что-то. То есть мы этим вот образом не просто их распутываем, расчесываем, но и немножечко очищаем. И после этого мы обычно, как правило, моем клиенту голову. Потому что если бы она пришла ко мне в кабинет или в салон, я бы, конечно, по моему обоему, в любом случае, то есть я не стала добрызгать, поскольку у нас тут дурацкая такая вот система. Мы будем. Расчесываем хорошо, в том числе и здесь. Здесь, как правило, под кофточкой обычно колтуны. У тебя под кофточкой есть что-нибудь? Вот, когда мы стрижем, желательно, конечно, чтоб капюшончиков нет было. Может, забрать, забрать его? Ну, чтобы горбика не было здесь. Ну, конечно, расстригли на... Да я знаю, пока разница. У него здесь вот горбик. Ну, ладно. Так, сейчас мы пересадим теперь на другой стульчик. так, убрали. Да. Ну, я с точки зрения, что на какой лучше сажать. нет. Да. Вот эти плотинчики, 200 рублей, но они 30 на 70. Они, наверное, маловаты, да? 30 на 70, это вот такие вот. Они на голову-то вообще. Ну, если маленькая, еще там... Ну, на самом деле, можно будет, если что, допустим, помыть, просто промокнуть. И у клиента. А так они, да, вот такие вот маленькие. Ну, да, маленькие-маленькие. А 45 на 90, они как раз-таки хорошо. Ну, я не стала брать головоку. Угу. Они еще немножко вытягиваются? Ну, сейчас хорошо. Так, девочки, ты не понимаешь? Там, что им дали, забыла что-нибудь. Выточки, это вот такие или такие? Нет, вот первый черный. Где-то покупали. Я на Нарвской там там манекены продаются в офисе. Это на Авито. Там у них очень много манекенов выложенных. У них же там есть и зажимчики вот эти, и праздники. Угу. Я там в голову тоже. Так, берем воротничок. Вокруг все-таки с людьми, да? Угу. Не туго? Нет. Всё, плотенько туаленку закрыли. так ну когда мы моем голову то есть соответственно что мы делаем мы немножко намочили голову и работала клиент будет оказаться так теоретически мы берем выдавливаем шампунь на ладошку к себе в ладонях выстираем шампунь и моем только волосистую часть головы в конце и нему соли не трём не стираем ничего не делаем мы только волосистую часть помыли смыли хорошо можно помыть 2 вообще шампунь не смыть хорошо потому что остатки шампуня на волосах они утяжеляют в случае например вот девушки у меня волосы очень плотные поэтому соответственно они сами все тяжелые вот если волосы тонкие обязательно хорошо очень плохо с объемом шампунь вообще как бы в идеале в идеале должна быть чисто что волосы так конечно не бывает мы так до такой степени не моем у нас нет времени так далее значит как только мы промыли шампунь хорошо все отмены промыли мы берем какой-то кондиционер или бальзам и наносим его только на концы можно держать можно немножко прочесать или просто там руками как-то по немножко растереть и все это снова в случае уже наверное говорила если вы пользуетесь маской например какой-то лечебный вы наносите маску какое-то количество времени вы держите потом вы все это смываете и бальзам или кондиционер наносите все равно потому что именно только кондиционер имеет возможность закрыть чешуйки у волос мы обязательно им пользуемся значит помыли волосы не выкручиваем мы их отжимаем когда мы даже сами волосы когда мы моем голову сами снова так вот не просто берем шампунь и полотенце и просто вот так отжимаем волос как-то мой круг вот значит отжали посадим что делаем дальше возвращаемся к тому что мы сейчас делаем на манекене нам нужно с вами разделить на зоны у нас будет мы не будем заморачиваться на будет всего лишь две зоны и затылочный у нас будет фронтальная и затылочная мы не будем делить на 10 зон затылочную зону мы будем действовать только вот буквально работать двумя частями получается на будет левая и правая палец то есть у нас будет куда говоря фактически три зоны две височные 1 затылочная делим перевешиваемся через клиента мысленно от кончика носа проводим перпендикуляр ставим расчесочку и пальчиком расчесочку подталкиваем из кусты и волосы клиент голову опускает расчесочка может застрять делим на две половиночки теперь ищем с вами наивысшую точку головы наивысшую точку головы как мы с вами определяем конечно когда клиент сидит вы работаете за деньги вы так не делаете но пока мы с вами учимся мы находим там что нам важно правильно найти вот здесь он будет наивысшая точка головы мы ее запомнили пальчик поставили поставили расчесочку дальше мы нащупали ушка клиента поставили на него пальчик и расчесочку с пальчиком соединили вот височный зон мы его сразу резервируем чтобы он нам не мешал вот такие бабочки не покупаем данные просто здесь никаких нет с другой стороны подходим в эту же точечку ставим расчесочку пальчик на ушко клиента нащупываем и точно так же расчесочку с пальчиком соединяем об 2 чистенький проборчик допустим вот у меня такая ситуация на мне это интересно с точки зрения так если ко мне клиент такой пошел отключается у меня вот эта часть передняя не сделали как ну вот переход покороче и сзади прям прямой до средствовать вот вот так вот и я получаю сейчас хочу но средства срастить на ровный срез но пока что еще эта часть она короткая я не готова столько сразу как наилучшим образом срезать да также все равно все уже не ровно и такое стало по форме чтобы вот выйти в этот прямой смотрите если у вас например височные части короткие затылочные длинные да и вы не готовы вы хотите все одной длины да но вы не готовы затылочную также отрезать чтобы она была по короткой тут другого варианта нету просто объясняете клиенту что вы височные тогда не трогаете а как более затылочные вы просто подстригаете а вы никак не вырвываете или а именно с самими височными то есть мы прямой срез это совсем правда смотрите у вас вот эти височные части насколько правильно я поняла вопрос они более короткие они вот вот-вот-вот они возможно подтверждены в технике в технике растриженных концов и соответственно вы сейчас как бы то есть мы ремонт срежда не так вы их просто например станем от более короткие вот эти вот более длинные вы же не с не как не сможете вот такую большую длину но и потому что вот здесь да можно чуть-чуть слегка убрать или вообще не убирать я думаю что если люди хотят отращивать по височные части ну в зависимости от того какие они реально плохие конечно там можно там буквально по форме по той форме по которой они были подстрижены или по прямой потому что там он не будет ничего интересного ну там заметно будет если они были покорми например там подпишем как-то каскаду просто по той же форме их пройтись просто нужно будет их вычесать туда туда посмотреть как они были подпишем и определиться каким образом их мастер подстригал и также их не по прямому это опять же в случае если они действительно такие неприглядные если они в приличном состоянии их можно оставить и просто объяснить клиенту что немножечко нужно потерпеть и тогда их просто эти можно укоротить немножко и через какое-то время клиенту их нужно но как правило так не бывает потому что вот здесь вот у меня видите у меня челка какая-то там еще что-то есть какие-то тут лестница обычно девочки все равно хотят как-то обновить и ждать до того момента пока там все все зависит от того что что у нее на голове покажет им по ситуации так что у нас теперь у нас теперь у нас с вами теперь мы с вами делим начинаем с вами работать затылочная часть тут нам с вами нужно выделить небольшие проборы проборы такого небольшой такой пологая диагональ будет будет не прямо да вот прямо это вот так можно и так а мы будем делать слегка небольшую диагональ вообще-то диагональ делается для того что у нас же голова округлая потом волосы высыхают и они как бы более ровненькие такие становятся вот получается небольшая диагональ она даже не на удлинение вот если бы мы с вами бобка рестригли мы бы сделали вот так все зависит от того какое бы мы хотели удлинение к лицу да вот так тут буквально вот небольшой такой она в принципе почти почти ровно значит одну часть мой резервируем хорошенько я наверно только знаете да с этим я чуть-чуть наверное сделаю побольше первую прядь потому что вот волосы длинненькие вот здесь вот где краевая волосы как правило немножко короче но у нее и ну конечно хорошо все длинненькие techniques длинненький длинненький еще что Здравствуйте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...